Приветствую всех на канале Carabas for ATS. Сегодня я представляю вам обзор мода Scania R4 серии от нашего канала. Итак, что было нами сделано по данному автомобилю? Данный мод был переделан в автономный, то есть его можно приобрести отдельно. Была сильно переработана подвеска и физика автомобиля, увеличена развесовка по подвеске, по осям, изменена коллизия, добавлен новый тюнинг и убран ненужный тюнинг. А также были добавлены тандемные варианты шасси. Кроме того, нами были подкорректированы цены на стоимость запчастей, а также уровень доступа. То есть автомобиль в принципе доступен с нулевого уровня доступа. Добавлены мощные двигатели и коробки передач для перевозки сверхтяжелых грузов. Мощные двигатели сюда были добавлены не просто так, а потому что когда везешь груз весом от 60 и более тонн, то соответственно на это накладывается определенная ответственность по двигателям. Потому что официально разрешено всего перевозить по-моему 40 тонн. Давайте посмотрим, как устанавливается данный автомобиль в профилях. Заходим в профиль, заходим в модификации. У вас в комплекте будет два файла. Первый файл называется «Коробки», второй файл – это сама «Скания». Если вам необходимы дополнительные варианты коробок, данный файл вы ставите выше над модом «Скания». Если в дополнительных коробках вы не нуждаетесь, тогда вы просто-напросто не добавляете этот файл и все. Это же, кстати, касается «Вольвы» и «Маза». Итак, мы установили данный мод и теперь можно продолжать загрузку. Теперь давайте посмотрим, как приобретается данный грузовик. Заодно рассмотрим варианты шасси, двигателей, коробок. Идем в «Покупку грузовика», идем в «Сканию». Как отличить нашу «Сканию» от остальных «Сканей»? Все очень просто. «Скания R4 Series» – «Коробас 4 ETS». Выбираем ее. Заходим в «Изменить конфигурацию». По сравнению с другими автомобилями, как бы, да, той же «Сканей» и как бы, здесь сцены достаточно демократичные. Это мы над этим специально поработали. Итак, давайте по шасси пройдемся. Идем на самый верх. Шасси 6х6. 8х6. 6х2 тандем. Задняя ось опускаемая. А кроме того, имейте в виду, что кузов не просто так стоит на данном грузовике. Он уже имеет вес более, по-моему, 14-16 тонн. То есть, кузов не пустой у вас будет. Имейте это в виду. Тандем 6х6, где нет подъемных осей. И тандем 6х6, тоже подъемная ось. Видимо, вот эта ось, видимо, будет подруливающая у нас. Да. Видите? Но в то же время, какую бы шасси вы ни взяли, оно будет у вас по умолчанию полноприводным. Далее, стандартное шасси 6х6. Вот шасси 5х5. В данном случае я сейчас передвигаюсь по карте «Суровая Россия» вот на этом шасси. Чем же оно так хорошо отличается от других шасси? Вот это шасси, оно необходимо для перевозки тяжеловесных грузов. У него 3 оси подруливающие. И самое важное, у него задняя ось подруливающая. Если у вас тяжелый груз, то, собственно, без задней подруливающей оси вам просто никуда. Чуть позже я это продемонстрирую. Далее, тоже две поворотные оси здесь. Тандем опять с задней подъемной поворотной осью. И вот такой вот тандем. Далее просто шасси 5х5. Данная вторая ось подъемная, поворотная. Шасси 6х6. Тоже задняя ось подъемная и поворотная. В принципе, здесь все оси, которые подъемные, где ставится одно колесо, они все будут поворотные. Имейте это в виду. Обратите на это внимание. Давайте теперь пройдем, посмотрим, какие у нас кабины есть. Далее к двигателям. Двигатели от 200 лошадей до 1500. Значит так, смотрите, двигатель 1000 лошадиных сил. Вес до 50. Опять же, смотрите, что вы везете. И какая местность будет, по которой вы будете передвигаться. Это будут горы. Это будут пересеченные местности. А тоже от этого очень многое зависит, да, как бы, опять же, какой двигатель с какой коробкой ставить. Все те, кто смотрел мои стримы по Боливии, прекрасно это помнят. Как там тяжело было передвигаться. Ну, там, конечно же, сказалось коллизия, которая была недоделана на тот момент. Сейчас коллизия полностью доделана. И, соответственно, поэтому вы смотрите этот обзор. Потому что грузовик уже будет выпущен после обзора. Там я стоял двигатель 1500 лошадей. Хотя тащил всего на всего, да, тандем 45 тонн. Казалось бы, ничего тяжелого. Но вы сами видели, как все было там тяжело и невесело. И я ставил вот такую вот коробку там. Коробка очень тяговитая. Но в то же время на ней не получишь сильного разгона. Тандем коробки и двигателя. Мне показалось, я ставил вот эту вот. Вот эту коробку я ставил 16-ступенчатую. Она с ретардером идет. То есть очень удобненько, как бы. Очень хорошо. Хорошая пара получилась. 1500 лошадей плюс. И вот эта коробка, как бы, ну, 120-130 километров грузовик разгоняется. Теперь по салону. Соответственно, по салону мы, в общем-то, ничего не трогали. То есть это стандартный тюнинг. Единственное, что мы его осветлили. Поработали с матами стекла. И, как бы, деревянная отделка салона стала выглядеть посветлее. Да и в целом вся пластмасса стала выглядеть посветлее. По раскраске мы тоже ничего менять не стали. Тюнинг, пожалуйста. Тюнингуйте все, что тюнингуется. В основном, как бы, по внешнему тюнингу мы ничего не добавляли. То есть мы убрали только лишнее. По внутреннему тюнингу. Конечно же, добавлено слоты. Можете поставить что угодно. У меня здесь стоит мой любимый песик, как вы помните. Кроме того, мы сделали вот такой вот навигатор. Я посчитал необходимым, чтобы он был. А там уже дальше на ваше усмотрение. Как бы просто в стандартный навигатор-то нет-нет. Да и вглядываешься периодически. Здесь очень все четко, достаточно крупно. Все очень классно передается. Кроме того, сюда были добавлены рули. Это по моей личной просьбе. Кому не нравится, ребята, ездите на стандартных рулях. Он вот один такой бедный и несчастный. Может быть, просто когда этот мод делался, этот руль, да, как бы, можно сказать, не доделали. Сделали очень тонким. А его бы надо было делать потолще. Не знаю, но вполне такое может быть. Ну что ж, давайте пройдем на полигон. И поговорим там о грузовике. Итак, друзья, мы с вами находимся на тестовом полигоне. За нашими плечами у нас находится груз. Весом порядка 70-75 тонн. Сейчас мы посмотрим, как ведет себя машина, объезжая вот эти вот столбики. С грузом. Сейчас я развернусь и покажу вам разницу в управляемости. Вот смотрите, сейчас у нас при таком весе у нас сейчас опущены все шасси и задняя ось подруливающая. Обратите внимание, как автомобиль рулится, да? Он рулится прекрасно. Все хорошо с ним. Все классно, как бы машина слушается руля. А теперь мы поднимаем оси и пробуем вписаться в поворот. И машина в него не едет. Видите? Это из-за того, что тяжеловесный груз у нас одет. Вот для чего нужны подруливающие оси для улучшения поведения автомобиля на дороге. На дороге, на пересеченной местности. Теперь давайте. Оп, не успели мы, не успели, не успели. Не успели. Сейчас мы поедем вон на дальние препятствия. Специально сделал. Попробовать решил, как здесь колитие работает. Но здесь законы физики не изменяем. Вот, смотрите, колизей автомобиля. Итак, я хочу вам всем напомнить, что первоначально все наши автомобили делаются для проекта «Суровая Россия». И только лишь после него они используются на других картах. Данные автомобили совершенно спокойно, совершенно свободно. Будут передвигаться по любым картам, какие бы вы карты ни играли, и будут доставлять вам искреннее наслаждение. Давайте на сегодняшний день сделаем последний грязевой тест. Вы увидите, как машина это едет. Итак, мы находимся на пересеченной местности. У нас установлены ГР-овские колеса. Стоит не самая тяговитая коробка. Имейте это в виду. И уже сразу я включил блокировки дифференциалов. Тут нечего испытывать судьбу. Все прекрасно знают, что это «Суровая Россия». И все будет по-суровому. Итак, давайте попробуем проехаться. Ну что же, у нас прекрасно проверяется тяговитость автомобиля. Как вы можете сами это видеть. Плюс ко всему коллизия его. То есть, все очень прекрасно. Машина нормально себя чувствует. Да, кто не в курсе, этой дороги нет как бы. То есть, это такой... Под ней вообще ездить нельзя. То есть, разработчик ее не планирует. Как-то, да, вводить, внедрять. Но у меня это как тестовый полигон. Если здесь машина проезжает, то значит, она проезжает после этого везде. Ну что же, друзья. Я думаю, все более чем понятно. Машина с таким грузом прекрасно здесь едет. На этом наш обзор завершен. Пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал на Ютубе. Сейчас готовится к отрытию группы на Фейсбуке. Эти прекрасные автомобили вы сможете скачивать и оттуда. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч, до новых обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok